Внимание! Говорит и показывает Сайтама. Слушайте и смотрите фигурное катание. Так, тут Татьяна Анатольевна Тарасова в инстаграме всех пригласила болеет за пары и за девочек и говорит все просыпаемся в 4.30. В 4.30 утра по Москве имеется ввиду. Потому что именно в это время стартует короткая программа в соревновании пар. Ну и что тут можно сказать? Нужно конечно поблагодарить Татьяну Анатольевну за приглашение и вежливо отказаться. Вот проснемся и увидим результаты. Еще чего не хватало просыпаться ранним утром и переживать за пары. Себе же нервы портить. Я после юниорского чемпионата мира еле-еле отхожу от того позора, который произошел в женской дисциплине, как Ксюшу там засудили и в танцах. А тут еще с утра просыпаться и переживать за пары. Ну нет конечно. Проснемся, посмотрим результаты. У кого хорошие результаты, тех посмотрим в повторе. Ну и говоря о составах, наши пары в двух последних разминках, две пары в последней. Все как в соревновании у девушек. Даже стартовый порядок такой же. Предпоследняя группа, наши последние там. И в последней группе наши третьи перед концом и последние. Что можно сказать о составе и о шансах? Ну шансы конечно так себе. У судьи появились новые фавориты, канадцы. Что та предыдущая пара была бездарная. Вот эта посредственность, которая два раза умудрилась выиграть чемпионский титул. Дюамиль Редфорд. Абсолютно бездарные детские поддержки. Никакого владения коньком. Просто один тройной луц и стабильность. За счет вот этих двух факторов, то что они прыгали сложнейший прыжок и были стабильные, они собственно и выиграли два титула. Потому что остальные пары были нестабильные. А кому-то же нужно насыпать. Ну и сыпали компоненты им. Ну и теперь на смену им вылезла такая же посредственность. Муртауэрс, Маринара. И кстати вот как же обидно. Совсем недавно как было? Вот этот Дилан Москвич. Москвич будем звать его москвичом. Так вот москвич с Муртауэрс выступал. Потом они распались и москвич стал выступать с Любовью Илюшечкиной. У Люба конечно хронические проблемы с прыжками, но как они катались? Какие поддержки были? Какое катание? Вот прям химия. Хочется смотреть. Были бы они еще стабильные, они бы были лучшей парой в мире вообще. Просто восхитительно. И как назло, почему вот так случается, что вот эта вот восхитительная пара Москвича и Илюшкина, у которых были проблемы только с прыжками. Как здорово они катались, как чувствовали они музыку, какие они элементы красивейшие делали. И они распались, потому что москвич решил закончить карьеру. А вот эта посредственность, которая образовалась вместе с ними параллельно, Муртауэрс и Маринара. Они до сих пор остались, выиграли чемпионат четырех континентов и сейчас будут претендовать на медаль чемпионата мира. Вот эта посредственность, на которую даже смотреть скучно. Иной раз думаешь, ну почему вот так? Почему когда талант, реальная красота, почему она не может быть стабильной? А всякая посредственность может. И вот из-за такого парадокса, все желание смотреть фигурное катание может отпасть. В любом случае прогнозов делать не будем. Посмотрим, как откатают Су и Хань. На четырех континентов они не очень здорово откатали, поэтому и проиграли. Можно ожидать высокие оценки от вот этих канадцев, итальянцев, ну и безусловно французов. Тарасова Морозов, если не наваляют, то тоже должно быть достаточно высоко. Забияк и Энберт вопрос. Насчет Байкова и Козловского, но если им будут ставить нормальные компоненты, и они сами не будут ошибаться, то у них есть шансы побороться даже за медаль. Но учитывая такой состав, вполне возможно, что в компонентах их будут ограничивать. В любом случае посмотрим, будем болеть за всех наших. Можно за Антона Соза Кудейрова поболеть из Хорватии. В общем, увидим, что будет. Как проснемся, так и посмотрим результаты. А Саша Гришин и Татьяна Анатольевна пусть изучают обстановку, болеют за наших. А мы попозже присоединимся.